Если действительно сегодняшний режим в Киеве начал применять армию против населения внутри страны, то это, без всяких сомнений, очень серьёзное преступление против своего народа. Я напомню, что даже легитимный президент Украины Янукович Виктор Фёдорович не решился применять армию в конфликте в Киеве, не пошёл на это, будучи избранным, имея общенациональный мандат на управление страной и будучи верховным главнокомандующим. Если сегодняшние власти в Киеве это сделали, то это, конечно, хунта уже, клика какая-то просто. Во-первых, у них нет этого общенационального мандата. Они в лучшем случае какие-то элементы только легитимности имеют, и то только в рамках парламента. Вся остальная легитимная власть по тем или иным причинам легитимной не является. И если вот эти люди перешли в так называемые острые фазы, это не острая какая-то фаза. Это просто карательная операция. И она, безусловно, будет иметь последствия для тех людей, которые принимают решения подобного рода. В том числе это касается и наших межгосударственных отношений. Украинские военнослужащие продолжают медленное наступление на Славянск. Сейчас бронетехника и силы специального назначения находятся буквально в 10 километрах от города. Наша съемочная группа находится непосредственно в зоне проведения операции. Украинские военнослужащие используют бронетранспортеры. Они прикрывают силы специального назначения. Заходят в город медленно. Я напомню, сегодня утром уже произошла перестрелка в районе блокпоста около здания завода комбикормов на въезде в Славянск. И сейчас здесь, по сути, начинается специальная операция, о которой в Киеве заявляли неоднократно. Активная фаза. Силы специального назначения заходят в город при поддержке вертолетов. Вот сейчас над нашими головами кружит боевой вертолет в достаточно низкой высоте. Стоит сказать, что вдоль дорог обочина заминирована. И силы специального назначения прикрывают снайпера. Они находятся также здесь, на территории. В ходе перестрелки, которая произошла здесь утром, один человек погиб из числа местных жителей, активистов, сторонник фидерализации. И после этого силы, которые обороняли баррикаду на въезде в город, отошли. Они зажгли покрышки. Также стоит сказать, что поступают данные о том, что в других направлениях в город входят силы специального назначения. Пока картина выглядит следующим образом. Я напомню, накануне в штабе народной самообороны заявляли о том, что в ближайшее время может предназначаться штурм города. Готовились к этому. Пока не ясно, каким образом будут действовать бойцы народной самообороны. Накануне они говорили о том, что готовы стрелять на поражения силы, которые будут штурмовать город. Из тех подразделений, которые дислоцированы здесь, стоит отметить, что городу на протяжении последних недель стягивались различные подразделения. В частности, были и десантники 25-й бригады, и аэромобильщики из Житомира. Более того, большие силы национальной гвардии были переброшены под изюм. И по нашему информации, выдвинулись в сторону Баянска накануне, находятся в 10-15 километрах от города. Вообще, судя по тому, где сейчас дислоцированы украинские силовые подразделения, город могут сейчас уже взять в кольцо. Но, похоже, украинские силовики решили не блокировать город, а войти сразу с нескольких направлений. Сегодня, вот сейчас, я повторюсь, медленно силы специального назначения под прикрытием бронетехники заходят в город. По сути, они уже находятся в черте города, пока не встретили сопротивления бойцов народного ополчения. Евгения, а известно ли, кто стал жертвой этой перестрелки? Некоторые источники сообщали, что двое мужчин погибли. Около 9.30 в больницу Ленина поступил мужчина с огнестрельным ранением. Что известно об одном погибшем? По нашим данным, один человек погиб в ходе столкновения, еще один действительно ранен. Сейчас он находится в больнице Славянска, а его состояния данных пока нет. Мы находимся непосредственно около украинских военнослужащих, больница в центре города. Сейчас оттуда трудно получать информацию. Большое спасибо. На прямой связи из Славянска был наш специальный корреспондент Евгений Поддубный.